А я вас категорически приветствую. Сегодня в центре нашего внимания окажется вопрос, как выжить на 5300 рублей донатами в месяц на двоих. Ладно, шучу. На самом деле мы обсудим одну из наиболее важных тем для большинства игроков, а именно Money Management World of Warcraft Classic. И начнем мы с небольшой справки. Money Management это навык грамотного распределения финансов внутри игрового процесса, и как у любого менеджмента с ним связан ряд особенностей. Это видео не является самостоятельным, и оно входит в комплекс роликов, посвященных быстрой прокачке в одиночку на старте официальных серверов. Поэтому в нем мы затронем наиболее ключевую тему, влияющую на наш игровой процесс, а именно покупку первого ездового верхового животного. Сразу оговорюсь, что мы будем обсуждать метавариант Money Management, и если ваши взгляды не совпадают с моими, это повод досмотреть ролик до конца. Первое, что окажется в нашем списке, это навыки, которые мы приобретаем с повышением уровней у тренеров. Вопрос довольно банальный, потому что игроки с опытом давно уже не нуждаются в пояснениях, что нужно учить, а что не нужно. Но так как мой канал носит обучающий характер, мы остановимся на этом вопросе максимально подробно. Ведь именно эта сфера при правильном подходе позволит вам сэкономить огромное количество денег. Рент. Эта способность наносит периодический урон цели, причем не очень значительный. Технически во время поднятия уровней она нам не нужна, однако приобрести первый ранг способности я все-таки рекомендую, так как в случае столкновений с разбойниками она может быть крайне вам полезна. В сумме до 40 уровня мы сможем сэкономить на ней 3 золотых и 86 серебра. Мокин Блоу. Способность, отвечающая за провокацию противников и необходимая исключительно танкам. Если вы не планируете посещать подземелья, она к изучению не обязательно. Более того, на ранних уровнях ее наличие не сильно повлияет на игровой процесс. Таким образом, экономия принесет нам еще 3 золотых в копилку. Деморализинг Шаут. Способность, отвечающая за понижение силы атаки противников, находящихся вокруг нас. Если вы смотрите это видео после того, как посмотрели быструю прокачку вдвоем, и в дальнейшем вы планируете качаться за воина с целителем, она для вас будет бесполезна, так как снижать получаемый вами урон не будет большого смысла. Если же вы планируете качаться в одиночку, от нее тоже нет большого толка, однако изучить ее разово все-таки стоит, так как она будет являться нашей единственной дешевой способностью, позволяющей выбить разбойника из инвиза, что может быть довольно полезным. Однако дальнейшее ее изучение крайне сомнительно, и я не знаю ни одного воина, который быстро бы прокачал персонажа и постоянно ее использовал. Экономим мы на ней 3 золотых и 80 серебряных. Челленджинг Шаут. Навык, отвечающий за массовую провокацию противников вокруг вас. В одиночной и, главное, быстрой прокачке абсолютно бесполезен. Единственный смысл его изучать, это необходимость посещения подземелий, но мы же говорим про быструю и эффективную прокачку, а соответственно он нам не нужен. Доход от его пропуска составит целый 1 золотой. Слем. Отличная способность для того, чтобы выкинуть деньги на ветер. Если вы смотрели мой ролик по талантам воина, то наверняка уже знаете, что использовать его мы однозначно не будем, тем более на таких ранних уровнях. Поэтому в очередной раз экономим и получаем еще 3 золотых и 20 серебра. Ревенж. Способность для воинов-танков. Очень востребована в подземельях, но не имеет никакого применения во время обычного банального квестинга. В связи с этим я бы настойчиво рекомендовал вообще ее не изучать. Экономя на этом 2.55. Последняя способность воинов, на которую мы обратим внимание, станет Сандер Армор. И учить ее или нет решать вам. Дело в том, что она бывает действительно очень полезна во время прокачки, да и генерирует довольно много угрозы, а зная моих любимых зрителей, вы никак не сможете пройти мимо подземелья классики. Но в любом случае вы должны знать, что не изучая ее, возможно сэкономить 2 золотых и 20 серебра. По итогу, игнорировав все способности, которыми мы не будем пользоваться, во время прокачки до 40 уровня, мы умудрились сэкономить за воина целых 18 золотых и еще 61 серебряную монету. Вы скажете, что это немного, однако не забывайте, что на официальных серверах ездовое животное стоит 90 золотых. И с помощью таких легких манипуляций вы оставляете при себе почти четверть от необходимой для приобретения суммы. Eagle Eye, Eye of the Beast, Beast Lore, Aspect of the Beast. Все эти 4 способности будут нам крайне полезны после получения 60 уровня, однако найти им применение до 40 просто невозможно. Все они отвечают за вторичные и довольно ситуативные игровые элементы, а соответственно проще их пропустить, экономя 1 золотой и 74 серебра. Destructing Shot. Аналог провокации для охотников, заставляющий противника вас атаковать. Способность чрезвычайно полезна и крайне необходима в рейдах на 60 уровне, однако во время прокачки, особенно если вы не гуру в игре за этот класс, полностью бесполезна, поэтому вы можете смело ее игнорировать, экономя 2 золотых и 88 серебра. Scorpid Sting. Способность, накладывающая на противника отрицательный эффект, снижающий его силу и ловкость. Как вы уже поняли, абсолютно бесполезна и на низких уровнях, и на высоких, поэтому можно смело экономить на ней еще 1 золотой и 60 серебра. Поиск противника на карте это, конечно, хорошо, однако выслеживать в игре нам в целом некого. Из единственных полезных для нас способностей будет поиск гуманоидов, для того, чтобы избегать стычек с врагом и поиск животных, так как если вы решите поохотиться на редких питомцев, без него не обойтись. Остальные же способности из этой категории проще пропустить, экономя целых 4 золотых и 40 серебра. Следом за ними отправляется в копилку бесполезных способностей во время прокачки Мангус Байт. Срабатывает он только после уклонения от атаки в ближнем бою, что нам как охотнику практически бесполезно. Конечно, при стычке с каким-нибудь воином она может вам пригодиться, а может и нет, ведь держать воина на дистанции на низких уровнях не составит труда. Так что засчитываем еще 98 серебра в копилку. Иммолейшн и Эксплоузив Трапы. Отличные способности для нанесения периодического урона, и если первая еще применима в бою с элитными противниками 1 на 1, то вторая полностью бесполезна, так как мы никогда не будем атаковать сразу несколько целей одновременно. Соответственно, мы можем позволить себе сэкономить еще 3.48. По итогу мы стали на 15 золотых и 8 серебряных ближе к покупке первого верхового животного, с чем я вас и поздравляю. Я прямо сейчас ощущаю, как в комментарии набегают эксперты по прокачке шамана, которые играли за него еще в 1991 году, и им виднее. Однако, если вы относитесь к адекватной части зрителей YouTube, этот момент будет для вас очень полезен. Начнем с тотемов земли. Из них нас интересует всего 3. Тотем на силу, тотем на замедление и тремор. Все остальные смело отправляются в утиль, экономя нам 4 золотых и 6 серебряных. Если вы все-таки зачем-то сделали цепочку заданий на огненный тотем, вам надо знать, что изучать имеет смысл только магму. Остальные нам тоже не пригодятся до 60 уровня. Так что добавляем в наш счетчик еще 6 золотых и 45 серебряных монет. С водой, кстати, ситуация аналогичная, как и с огнем. Но если все-таки вы тоже сделали цепочку заданий на этот тотем до 60 уровня, то вам стоит знать, что единственный тотем, который действительно для вас полезен, это мано-спринг. Все остальные тоже идут под нож. В результате мы добавляем себе еще 3 золотых и 90 серебряных. Самая сложная ситуация с воздухом. Вот тут придется пораскинуть мозгами, потому что большинство тотемов мы будем использовать. Однако Nature Resistance тотем, Sentry тотем и Windwall тотем позволят нам сэкономить еще 2 золотых и 60 серебряных. Кстати, Flame Shock учить не имеет сильно большого смысла. Он наносит мало урона, и главным его достоинством является дот-эффект. Выкачивать его стоит только один раз, а дальше просто игнорировать, потому что способности первого уровня вполне хватит для того, чтобы не дать разбойнику уйти в инвиз. Соответственно, еще 2 голда нам в копилочку. Farsight, или другими словами, Дальнее Зрение, тоже нам не пригодится. Впрочем, как не пригодилось и Охотникам. Поэтому даже на нем мы попытаемся сэкономить скромную сумму в 40 серебра. Последней же способностью, изучать которую мы откажемся, станет Цепное Исцеление. Способность нужна только в подземельях, и абсолютно не используется на прокачке, а соответственно позволяет получить нам еще 1 золотой и 20 серебра. По итогу, надо сказать, что Шаман является одним из наиболее затратных классов при изучении навыков, и экономить за него нужно. Потому что новичок никогда не сможет приобрести себе верховое животное, изучая все подряд. Если же вы внимательно посмотрели этот момент видео, и вникли в то, что я вам говорил, вы стали ближе к покупке на целых 20 золотых и 61 серебряную монету. Сумма действительно солидная, и даже по-своему впечатляющая. Если вы выбрали этот класс, значит вы довольно целеустремленный, опытный, а главное стремящийся к саморазвитию игрок. Если вы таким не являетесь, то скорее всего вы уйдете уже через месяц обратно на Battle for Azeroth. Однако, чтобы отсрочить этот момент, я подскажу вам хотя бы пару нюансов о экономии финансов за этот класс. Которая, кстати, ему совсем не обязательно, если вы планируете все время передвигаться с помощью travel формы. Как вы понимаете, друиды качаются в специализации ферала, поэтому большинство способностей теряют для нас актуальность после получения 10 уровня и с приходом формы медведя. Именно отсюда мы и будем начинать наш отсчет по экономии. Гнев. Способность дальнего боя, требующая маны. Нам она не нужна, поэтому смело экономим на ней 2 золотых и 19 серебра. Аналогичная судьба ожидает и Starfire, однако он принесет нам всего 1 золотой и 65 серебра. Хотя, я думаю, вы и сами понимаете, деньги на прокачки лишними не бывают, особенно когда мы говорим про верховых животных. Suze Animal. Самая бесполезная способность, которую только придумывали Blizzard. Она позволяет нам снижать дальность, с которой на нас могут напасть животные. Разумеется, мы ее не изучаем, получая еще полторы золотые монеты. Кроме этого, ближе к 40 уровню нам откроется доступ к Хьюрикейну, который наносит урон по площади. Нам он, разумеется, тоже не нужен, поэтому экономим на нем еще 1 золотой и 20 серебра. В Феррале же мы откажемся всего от двух способностей. Первая отвечает за провокацию всех существ вокруг нас, по аналогии с воинами. Вторая же резко снижает набранное нами агро. Обе они нам абсолютно не нужны при поднятии уровней, так что смело получаем за них еще 2 золотые и 40 серебряных монет. Транквил. Это, конечно, жутко зрелищная способность, позволяющая заставить трепетать перед вами любого новичка в этой игре. Однако применение на низких уровнях она тоже не найдет, поэтому я бы рекомендовал вам от нее отказаться, заработав еще 2 золотых. По итогу друид сможет сэкономить всего 9 золотых и 74 серебряных монеты. Это не очень много, однако когда вы прете как танк через все локации, максимально быстро выполняя задания, останавливаться и добивать необходимую сумму для изучения верховой езды будет не самым лучшим вариантом. Учитывайте это, пожалуйста. К сожалению, этот класс игра очень сильно обделила. Даже больше, чем друидов, и выбирая его, вы должны понимать, что во время прокачки вы будете обречены на страдания, так как адекватного способа экономить у вас попросту не будет. Но давайте не о грустном, а о деле. Если вы играете в одиночку, вам будет необходимо отказаться от такой способности, как фейнт, которая просто снижает наше агро. Заработать на нем получится всего 2 золотых и 98 серебра. Кроме этого, мы можем позволить не изучать себе бэкстаб, зарабатывая на нем еще 2 золотых и 78 серебряных. Однако, если вы планируете качаться вдвоем и уже ознакомились с моим роликом по быстрой прокачке в группе, эта способность будет вам обязательно необходима. Дополнительно, вы можете проигнорировать способности, отвечающие за работу с ловушками, а именно их обнаружение и уничтожение. Это принесет вам еще полтора золотых. Итого, на выходе вы сэкономите всего 7 золотых и 26 серебряных, что является самым низким показателем среди всех без исключения классов в игре. Связано это с тем, что у разбойников в целом мало способностей, и они все востребованы, так что с этим моментом придется смириться. Если вы относитесь к тем игрокам, которые планируют быстро докачать этот класс, рекомендую ознакомиться с видео про быструю прокачку вдвоем, на которую я ссылаюсь с самого начала ролика, потому что при игре через АОЕ у вас нет необходимости учить какие-либо способности, кроме ключевых, хотя с деньгами трудностей не будет. Однако, если вы сторонник долгой и нудной прокачки за этот класс, через задание, вам необходимо знать, что большинство способностей учить совсем не обязательно. На ранних уровнях сделать Аркан Мисслс бесплатными для произнесения невозможно, поэтому и учить их мы не будем, экономя на этом 3 золотых и 7 серебряных. Аналогичная участь ожидает и Амплифай Мэджик. Эта способность призвана увеличить входящий в вас магический урон за счет повышения исцеления, и при прокачке она абсолютно вам не понадобится. Впрочем, как и в большинстве случаев на 60 уровне, так что ее тоже сбрасываем, экономя еще 98 серебра. Кроме этого, я настойчиво рекомендую не изучать Детект Мэджик, отображающий негативные эффекты на цели, и Мэйдж Армор, который нужен исключительно в подземельях. Экономия на них принесет вам еще 1 золотой и 45 серебра. Файрболл, Флеймстрайк, Скорч. Три эти способности, относящиеся к Школе Огня, нам тоже не нужны. Встречать водных элементалей мы будем крайне редко, буквально 2 или 3 раза за все время прокачки. И все они довольно легко убиваются с помощью волшебной палочки. На ранних же уровнях беспокоиться об этом вообще не имеет смысла, так что смело их пропускаем и получаем еще целых 9 золотых и 49 серебряных. Как вы можете заметить, за счет Школы Огня происходит не слабая такая экономия. Итого, играя за мага и экономия на способностях, которые нам никак не могут пригодиться, мы получаем себе в распоряжение целых 14 золотых и 49 серебряных монет. Последний в списке, но не по значению, потому что этот класс может себе позволить игнорировать большинство способностей при изучении. Первой способностью, от которой мы откажемся в ходе прокачки, станет Шакл. Безусловно, она будет нужна нам на более высоких уровнях, однако до 40-го применения ей найти очень сложно, так что смело отправляем в копилку первые 30 серебра. У Жрецов Света есть две способности, наносящие урон. Первая это Смайт, вторая Холли Файя. Обе эти способности абсолютно не востребованы нами во время прокачки, потому что примерно с 10-го уровня мы начнем использовать Вант, а ближе к 30-му перейдем на способности Школы Тьмы. Не прокачивая их, мы можем позволить себе сэкономить 6 золотых и 32 серебряные монеты. Кроме этого, начиная с 20-го уровня, мы можем себе позволить перестать изучать способность под названием Хилл. Она хороша при посещении подземелий, но вот в прокачке никуда не годится. Поэтому списывая ее в утиль, смело добавляем себе еще 5 золотых и 20 серебряных. Кстати, в эту сумму я заложил еще и стоимость Prayer of Healing, это наше АОЕ исцеление. Оно тратит чудовищно много маны, и даже если вы захотите сходить в какой-нибудь Зулфораг, оно вам там не пригодится, как, впрочем, и в большинстве случаев на 60-м уровне. Так что можете смело от него отказываться. Из способностей же Школы Тьмы нам придется выбросить Фейд. Способность, отвечающую за сброс агро. Она нам не нужна, потому что мы еще не ходим в рейды. Пропуская ее, мы сэкономим 3 золотых и 12 серебряных. Кроме этого, в игре есть 2 ситуативные способности под названием Mind Seuss и Mind Vision. Обе они будут нам очень нужны в рейдах на 60-м уровне и на полях боя, но до этого момента от них проще отказаться, так как во время прокачки смысла в них немного. Соответственно, за счет этого мы экономим еще 2 золотых и 10 серебряных. В сумме при правильной раскачке жреца мы можем сэкономить в счет покупки своего первого верхового животного целых 17 золотых и 4 серебряных. На этом моменте вы, наверное, хотите спросить, а что же с паладинами и чернокнижниками? Что не надо изучать этим классом, чтобы добраться до своих первых верховых животных без особых проблем? Все довольно просто. Эти классы могут изучать все способности, которые им интересны, потому что первое верховое животное дается им фактически бесплатно, просто изучаясь у тренера. Кроме этого, есть еще один небольшой нюанс, связанный с изучением навыков, а именно репутация. С каждым повышением уровня репутации вы приобретаете скидку в 10% на починку и приобретение у нее различных предметов. Это полностью распространяется и на классовые способности, поэтому я настойчиво вам рекомендую изучать навыки исключительно у той фракции, с которой у вас наиболее высокая репутация. Да, зачастую тащиться до подгорода будет ближе, чем до коровника или аргримара. Да, это очень долгий и нудный процесс, но благодаря добавлению в наш игровой процесс такой маленькой детали, вы сможете сэкономить от 5 до 10 золотых к 40 уровню. Сумма, как вы понимаете, довольно серьезная. На этом можно было бы закончить наш экскурс в экономию финансов во время прокачки, но к вашему великому счастью и моему великому сожалению нам надо поговорить еще и про профессии, а также некоторые уловки, про которые вы скорее всего не знаете. Самое важное, что вам нужно понимать, это то, что любая профессия будет сильно замедлять вашу скорость поднятия уровней. Исключением является только снятие шкур, так как животных вы будете убивать постоянно и встречаться они вам будут везде. Однако в этом ролике, как я говорил ранее, мы рассматриваем способ заработать на верховое животное и косвенно касаемся темы, связанные с быстрой прокачкой, ролик о которой выйдет уже совсем-совсем скоро. Кстати, если ждете, обязательно напишите в комментариях фразу, которую видите на экране. Мне все-таки интересно, сколько моих зрителей действительно нуждаются в этом видео. Продолжим. Наиболее оптимальной связкой при поднятии уровней считается снятие шкур и травничества. Однако, если с первой профессией проблем не возникает, то вот вторая может вызвать большие трудности, так как игроков в локациях с существами низкого уровня всегда очень много, а вот с травой там всегда беда. Впрочем, как и с рудой. Тем не менее, я бы рекомендовал брать именно эти профессии за основу. Все ресурсы, которые вы будете добывать, можно смело отправлять на аукцион, но даже тут есть небольшая уловка. Если вы играете за орду, я бы настойчиво рекомендовал вам до выхода в World of Warcraft Classic познакомиться с каким-нибудь алхимиком. Зачем? Все довольно просто. В игре есть рецепт под названием Strong Trolls Blood Potion. Он жизненно необходим всем игрокам орды при выполнении заданий в Хиллсброде, так как является неотъемлемой частью цепочки. Для его изготовления вам потребуются Бруйсвит и Бриаторн. Если у вас будет знакомый алхимик, вы сможете производить через него эти поушины и продавать их на аукционе значительно дороже, чем будет стоить сама трава. Аналогичная ситуация складывается и у Альянса, только там нам понадобится знакомый с кожевничеством. Потому что у этой фракции в Хиллсброде тоже есть квест с крафтовым предметом, а именно с Хиллмансклаак, которая производится из пяти хэви леза. Сама шкура будет стоить копейки, а вот плащик будет уходить вполне себе за кругленькую сумму, особенно на самом старте игры. Кстати, как вы уже поняли, если вы не очень спешите прокачивать персонажа и делаете все довольно размеренно и неспешно, эти два рецепта могут стать отличным предметом для спекуляции на аукционе, с помощью перекупки различных реагентов по низкой цене и дальнейшей их продажи в виде готовых предметов. Есть и второй нюанс, связанный с профессиями, который вам нужно знать. Если вы не видели мой ролик по наложению чар, обязательно найдите время и гляньте его, потому что в нем много занимательной информации. А пока я просто порекомендую вам потратить часок своего времени и прокачать дополнительного персонажа до пятого уровня. Зачем? Опять же, все очень просто. На классической версии игры можно распылять любые предметы с любым навыком наложения чар. Таким образом мы сможем зарабатывать на игроках, которые упорно игнорируют гайды и здравый смысл, выбирая эту профессию в виде основной с самого старта. Да-да, они будут горами покупать пыль и эссенции с аукциона, а мы же, соответственно, сможем на этом зарабатывать. Вопрос только в том, как именно. Приведу пример. Во время выполнения заданий вам выпал зеленый топор на 14 уровень. Вы можете продать его на аукционе за 10 серебра без учета комиссии, вендору за 8 серебра, или же, например, распылить. Особенно, если количество эссенций, которое с него падает, значительно выше по стоимости, чем сам топор. Добавьте к этому отсутствие комиссии и получите неплохой, а главное, стабильный доход без лишних телодвижений. Касательно остальных профессий скажу в общем и целом. Кто хотя бы раз видел запуск сервера или же нового дополнения, скорее всего, знает, что реагенты для производства различных предметов и, соответственно, прокачки профессий всегда стоят намного дороже, чем готовый продукт. Связано это с тем, что абсолютно все игроки качают профессии. Кто-то во время прокачки по незнанию, кто-то на 60 уровне. Так как золота много, а бегать и выбивать реагенты низких уровней скучно. Осведомленных людей крайне мало и можете не переживать и спокойно продавать расходники. Последний нюанс, который нам нужно обговорить. Исходя из прошлого совета, как вы уже поняли, спекуляции крайне полезная вещь, а пара-тройка знакомых с различными профессиями в этом может нам очень сильно помочь. Поэтому я настойчиво рекомендую обзаводиться таковыми заранее. В этом вам может помочь наш дискорд, ссылка, как обычно, в описании, но не об этом речь. Множество игроков будут постоянно выставлять дешевые предметы на аукцион, и при каждом его посещении проверяйте наличие зеленой экипировки за низкую цену. Банальный перекуп, распыл и продажа этих предметов будет приносить вам колоссальный доход, независимо от того, говорим ли мы про старт классических серверов или про поздний этап игры. Вторая ошибка, которая свойственна всем игрокам, каюсь, даже меня она касается напрямую, это лень. Нам абсолютно всегда лень тащить огромное количество предметов до аукциона, и зачастую мы просто продаем их ближайшему вендору. Однако, если то, что мы продаем является реагентом, или может пригодиться любому игроку в той или иной сфере, этот предмет подлежит продаже на аукционе. Самый простой и действенный способ, чтобы не захламлять инвентарь и не отвлекаться от прокачки, это поставить у почты нашего мастера распыла пятого уровня. Пересылка почты стоит копейки, инвентарь у нас никогда не будет забит, а в столицу мы будем возвращаться крайне редко, постоянно получая огромные суммы золота с продажи различных предметов. Вроде бы такая мелочь, скажете вы, но она абсолютно всегда гарантирует вам покупку верхового животного к сороковому уровню. В целом, если вы сможете соблюсти все описанное в ролике, к сороковому у вас должно скопиться около 100-120 золотых. Если, конечно, вы играете за мага через АОЕ, то у вас будет около 300-400 золотых, но это отдельная тема, касающаяся исключительно магов, и исключительно магов с руками, а главное головой. Так что для широких масс она не подходит. На этом я заканчиваю наше видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий и не забудьте про подписку. Пока что у нас рекорд 176 подписок за один ролик. Я надеюсь, в этот раз вы его переплюнете. Да и тема действительно уникальная. До скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!